всем привет с вами дмитрий урсул и добро пожаловать на курс из серии просто о сложном в котором мы с вами поговорим о мастеринге для винила имеется ввиду подготовку нашей музыки если она у нас уже готовым при для цифровой площадке ее подготовка для винила почему такая тема тема на самом деле может быть не супер широко популярная но так или иначе к ней рано или поздно приходит каждый музыкант кто уже занимается изданием своей музыки публикации и я сам с этим столкнулся год назад когда у нас первым моделем вышел альбом time machine мы его издали как обычно в цифровом виде на всех площадках все доступно не задалось задались вопросы мы всегда с первым печатали в виде сиди дисков чисто для себя как такие трофеи там небольшую партию из 100 штук и раздавали самым близким друзьям там или фанатам на концертах то есть это вот ну так чисто для нас было всегда все наши релизы которые нас когда-либо выходили или концерты которые мы записывали мы всегда вот делали в виде дисков но встал вопрос у меня всегда была давняя мечта именно свою какую-то такую крупную работу сделать на виниле чтобы можно было сесть и послушать именно на пластинке а я люблю винил у меня есть некоторая коллекция моих самых любимых альбомов разных артистов там и начиная с 60-х годов и заканчивая современностью я периодически люблю слушать винила я знаю что это очень 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 классный вариант прослушивания музыки это не просто какая-то аудиофильская заморочек как кто-то может подумать но тем не менее у меня всегда было желание это сделать и желание столкнулось с возможностью исполнения этого желания и встал вопрос собственно подготовки аудио к записи на винил потому что забегая вперед сразу скажу что просто взять ваш мастер который вы сделали там для itunes или для apple music или для яндекс музыки недостаточно чтобы просто взять его отправить на условный завод где печатают виниловые пластинки и вот ожидать что все будет хорошо на самом деле нужно делать специальный подготовленный мастеринг то есть ремастер можно сказать вашего и вашей композиции для винила не задавшись этим вопросом я понял что нету какой-то комплексный собранной информации на эту тему во всяк случае точно на русском языке и нету и я решил записать такой вот курс он не должен быть довольно большим но в нем я расскажу еще по полочкам разложу как и что что нужно делать для того чтобы издать свою пласть свой альбом или с там свой и пи на виниловые пластинки и забегая вперед скажу что у меня для вас будет конкретное решение я вам его подскажу и расскажу как я его нашел и вкратце вообще в чем его уникальность но обо всем по порядку в общем посмотрев этот курс вы уже будете понимать что такое винилопластинка если вы сильно еще не задавались этим вопросом и вы также будете понимать что вам делать конкретно используя logic используя плагины используя возможности которые у вас есть для того чтобы подготовить ваш собственный релиз который уже возможно вышел на цифровых площадках к записи на винил что за опять же повторюсь это не просто так что вы взяли файл его отправили и все нормально запишется вот как она есть нет там есть свои нюансы и о них мы как раз поговорим но в этом видео давайте для начала я вкратце расскажу как у нас работает собственно подготовка и изготовление винилопластинок вот в таком вот индустриальном формате то есть в больших тиражах как это делается на западе и всегда делалось все годы изготовление винилопластинка я напомню что они изготавливаются до сих пор и все большие артисты не обязательно там какие-то рок-мастодонты из прошлого это дело также современные молодые артисты на западе то есть каким-то ограниченным тиражом всегда выпускают винил потому что винил не терял своей популярности да он чуть-чуть может быть просел там на эпохи 90-х когда начали затмевать собой аудиокассеты из-за своей портативности там сиди диски но потом все-таки человечество уже к 2000 поняло что все-таки виниловые винил в пластинке была своя магия во первых это большой конверт где можно разглядывать фотографии любимых артистов там читать текст подробный смотреть всякие вкладыши и прочее ну и также сама винилопластинка конечно по звучанию очень сильно выигрышно отличается от всех остальных особенно цифровых вариантов воспроизведения звука но опять же при должной конечно же акустике при должном оборудовании доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене так вот давайте поговорим о том как изготавливается собственно винилопластинка потому что понимая это вы мы будем вы будете точнее понимать те шаги которые нам предстоит сделать в ремастеринге нашего уже цифрового трека для того чтобы собственно винилопластинка вышла в свет в должном виде как это работает все очень просто сперва изготавливаются болванки то есть пустые болванки просто на заводе штампуются для того чтобы потом на студиях специальных на них делали запись берется болванка это просто алюминиевый диск такой очень сильно отполированный дальше он покрывается специальным лаком обязательно нужно будет потом проследить специальные люди следят чтобы на на влаке не было никаких песчинок никаких пылинок несмотря на то что помещение стерильное обычно в таких цехах но все равно бывают какие-то ну брак какой-то заводской и естественно такие пластинки отвергают далее эти пластинки упаковываются бережно аккуратно чтобы там ничего не поцарапалось и запаковываются в такие коробки с просто с болванками и отправляются уже дальше на студии которые занимаются ну скажем так прожигом или на резкой доска правильно сказать нарезкой виниловых пластинок значит как работает нарезка то есть берется вот этот лаковые алюминиево лаковый диск кладется под пресс специальный он там фиксируется чтобы ни в коем случае не съехал и специальный инженер который занимается прожигом точнее нарезка вот этих дисков виниловых он делает пробную сперва пробный надрез канавки и соответственно проверяет что все хорошо и дальше подключает звук к игре специальный который ну точнее даже не к игре а к такому станку который просто вырезает определенную то есть там такая режущая игла который вибрирует подается звук на эту иглу то есть в виде электро электронов дат люди электрического сигнала подается звук с источника звука ну то есть самой аудиозаписи и вот эта игла она вырезает на этом лаки вырезает канавки а канавки у нас соответственно отвечают за вот эту вибрацию иглы в зависимости от звука То есть в зависимости, какая у вас частота подается на иглу, она очень-очень-очень мелко-мелко вибрирует и вырезает такие специальные канавки на виниловые пластинки, которые, собственно, потом будут служить и воспроизведением того же самого звука. То есть потом в обратном процессе точно так же работает. То есть вы сперва эту вибрацию нарезали на диск, а потом с этого диска будет вибрация обратно передаваться уже на проигрыватели, на иголку, и с иголки на мониторы, на усилитель точнее, потом на монитор, и у вас получается тот же самый звук. То есть это просто такой вариант передачи информации. Ну вот, и винилопластинка просто как носитель, она, собственно, для этого и служит. Так вот, нарезаются специальные канавки, и очень важный момент, вот здесь встает требование к материалу. То есть у этой иглы есть определенный физический ход, реальный. Если подать слишком сильный сигнал, слишком громкий, или сигнал, у которого слишком большие низкие частоты, а я напомню, низкие частоты имеют, если вы смотрели ранние курсы просто о сложном, то вы знаете, что низкие частоты имеют большую амплитуду, и, соответственно, амплитуда это и есть то самое вибрирование. Об этом я говорил еще в первой серии просто о сложном, что любой звук, он просто сводится к вибрациям. Так вот, если это вибрирование будет слишком большим, то иголку может сорвать, и она может просто вот эту свою канавку, которую она прорезает, просто сбить. И все, такой диск считается непригодным, то есть уже с ним дальше ничего не сделаешь, это брак, его нужно выкидывать. Поэтому, естественно, инженеры, те, кто занимаются вот этим нарезкой диска, они заранее убеждаются, что в файле, в аудиофайле не будет никаких таких вот проблемных мест, из-за которых могут возникнуть такие проблемы. И об этом мы, собственно, будем говорить в этом курсе, как не допустить таких проблем в вашем аудиоматериале, чтобы прожиг диска, точнее нарезка диска прошла без каких-то изъянов. Так вот, дальше у вас прошла нарезка диска, и после этого вот этот, скажем так, такой позитив, будем сейчас брать терминологию фотографии, те, кто знает позитив и негатив, вот берется вот этот позитив, то есть реальная нарезка диска, отправляется на завод дальше, то есть уже на фабрику, которая делает тираж дисков. То есть я напомню, что это была единственная копия, эта копия записана на лаке, на лаке поверх алюминиевого диска. И, естественно, этот лак очень хрупкий, он не предназначен для того, чтобы его воспроизводить. То есть нельзя потом с этого лака что-то нормально послушать, вы, скорее всего, при воспроизведении вот эти все канавки уже испортите. То есть дальше у нас берется этот диск, на него наносится опыление специальное тоже из серебра, алюминия, и там, в общем, все, специальный сплав таких металлов наносится. И получается такой некий негатив, то есть диск с негативом. То есть это как бы зеркальный отпечаток тех канавок, которые есть на нашем вот этом позитиве лаковом. Лаковый позитив выкидывается, потому что он больше не нужен. У нас есть этот негатив, опять же, стальной, да, то есть из металла, из разных сплавов, то есть специальный. Дальше этот негатив берется и отправляется под пресс, где просто берет обычный винил, вот тот самый, который мы уже знаем и можем подержать в руках, его расплавляют под прессом, его сжимают и прямо, скажем так, спрессуют вместе с этим негативом. И получается, что на этом мягком виниловом покрытии остаются те самые канавки только как бы в зеркальном отражении. То есть опять получается позитив, то есть сама запись. То есть вот такой вот процесс отзеркаливания. И у нас в итоге получается из нашей первичной вот этой лаковой копии изначальной, у нас получается такая же копия, только уже на виниле. Естественно, их делают сразу несколько, ну, то есть большими тиражами. То есть на вот этих больших цехах, на больших заводах невыгодно делать по одной пластинке, там делают сразу большими тиражами, сразу прессуют эти яблоки, так называемые, на которых посередине наклейки, с информацией об артисте, о стороне винила. Я напомню, что винил двухсторонний у нас 20 минут, может быть, до 20 минут на одной стороне, и до 20 минут на другой стороне. Ну, все зависит, опять же, как я уже говорил, от вашего аудиоматериала, потому что чем больше громкость, чем больше аудиочастот задействовано в вашем звуке, тем шире канавка, и тем как бы меньше места остается на диске для материала. Это тоже очень важно, но об этом мы еще поговорим в курсе. И все, и в итоге у вас получается целый тираж виниловых пластинок, отпечатанных с этого негатива, и, соответственно, вот готов тираж для того, чтобы потом его упаковывать в конверты и, соответственно, рассылать по магазинам. То есть вот такой процесс создания виниловой пластинки в том виде, как мы ее привыкли видеть. Это очень важно понимать, потому что дальше мы уже будем с этим работать и именно в плане звука. И вот это понимание, что мы, вот эта иголка, которая будет прорезать наш вот этот позитив первичный лаковый, она будет очень максимально зависеть от того материала, который мы отдадим, собственно, звукорежиссеру, который будет, не точнее, звукорежиссеру, а звукоинженеру, который будет прорезать этот диск. И если там будут допущены какие-то проблемы, то аудиозапись может не получиться в достойном виде или в достойном качестве. Поэтому обо всем мы поговорим дальше в этом курсе. Надеюсь, что в этом видео вы поняли и настроились на волну виниловой записи. Так что оставайтесь с нами. В следующем видео будем дальше разбираться с этим вопросом.